Харе Кришна! В канон празднования Нового Года, когда весь мир объединяется в надежде на исполнение своих желаний, на избавление от трудностей и бед, на радость и счастье, невольно думаешь о том, что люди заслуживают гораздо большего, чем просто вспоминать о том, что они хотели бы обрести счастье и исполнить свои желания раз в году, и забывая при этом о том, что... или стараясь забыть о том, что ровно год назад и все предыдущие годы они думали о том же самом, надеялись на то же самое. И Шрила Прабхата объясняет, что основой для таких законных ожиданий живого существа является его связь с Кришной, который является по-настоящему новым и вечно обновляющимся, который является лучшим другом каждого и поэтому осуществляет все желания и чаяния своих преданных. И которого преданные поэтому видят, хотя они видят его каждый день в вечности в духовном мире, но при этом видят его как будто в первый раз. И Кришна всегда их удивляет приятным образом. И поэтому Шрила Прабхата объясняет, что и преданные живущие в материальном мире могут также испытывать эту новизну, счастье и радость не просто раз в году, первого января, но каждый день и каждую минуту своей жизни. Об этом говорит сам Шримен Бхагаватам, за какой образ Кришна неотличный от Кришны. В этом стихе из двенадцатой песни Шримен Бхагаватам говорится о том, что эти три составляющих празднования Нового года ожидания радости, которая всегда будет вечно свежа и нова ожидания, праздника, который не кончится и не прекратится, и ожидания того, что беды в конце концов оставят нас, и один год нашей жизни мы сможем прожить спокойно, ожидания, которые, к сожалению, никогда не осуществляются в материальном мире. Но в этом стихе Бхагаватам говорится, что если человек едут тамашлока, яшону гейта, если он или она вместе или индивидуально слушают и воспевают славу Верховному Господу, который, как мы сказали уже, является вечно новым, обновляющимся, лучшим другом всех живых существ, который может один сохранить их от всех и оберечь их от всех бед и дать им то вечное счастье, которое является законным правом каждого живого существа, вот тогда просто слушая, воспевая Кришне, каждый и каждая смогут превратить любой день своей жизни в Новый Год. Любой день своей жизни они смогут сделать под настоящим фестивалем, праздником, который никогда не кончается. И благодаря этому воспеванию, слушанию о Кришне, океан материальной скорби, описанной в этом стихе, шокарного шовшина мудрином, иссохнет и перестанет существовать для нас. И тогда даже само время, которое, как говорится Шимон Бхагаватам, с каждым заходом и восходом Солнца, вечное время отбирает у нас жизнь, сокращает продолжительность нашего существования. Для таких людей, которые посвящают свое время слушания Кришне, восходы и заходы Солнца будут напротив даровать им новой, исполненной счастья, радости и свободы от страданий день, месяц и год. Вот этого я всем вам желаю. Пожалуйста, оставайтесь на связи с Кришной, которая является настоящим Новым Годом и которая сможет превратить и наполнить собой весь наш Новый Год непостоянно продолжающимся фестивалем и никогда не прекращающимся счастьем. Харе Кришна! Харе Кришна!